Дорогие друзья, мы собираемся пригласить вас в Святая Святых Зоологического Музея, в то, что находится за кулисами, если вы приходите к нам как обычный посетитель, в нашу научную коллекцию. Сегодня мы с вами побываем в отделе орнитологии, или как теперь называется официально, в секторе орнитологии Зоологического Музея Московского Университета. Это второе в стране по объему коллекции собрание птиц, ну а дальше вы сами увидите, из чего оно состоит и как оно хранится. Сектор или отдел орнитологии всегда размещался в Зоологическом Музее где-нибудь в верхних этажах, то на четвертом, у нас есть такие места, то на третьем. Ну, как-то это вряд ли связано со стремлением птиц к полету. Тем не менее, традиция сложилась. Мы постепенно поднимаемся на третий этаж и входим, наконец, в отдел орнитологии, где, собственно, и сосредоточено несколько научных сотрудников и несколько технических сотрудников, которые занимаются всем циклом работы с орнитологическими коллекциями. Понятно, что в отделе орнитологии птицы будут везде, на стенах, на холодильниках, но это антураж, а нас интересует, собственно, коллекция. И вот в этих, теперь уже можно сказать, старинных каталожных ящиках мы находим почти самое главное – каталог коллекции тушек птиц, хранящихся в орнитологическом отделе Зоологического Музея Московского Университета. Это второе по размеру собрание орнитологическое в стране после Зоологического Института Санкт-Петербурга. Но, честно сказать, мы постепенно догоняем по объему собрания своих коллег из Питера. Здесь, в этих ящиках, расположены каталожные карточки на все почти 140 тысяч экземпляров, которые хранятся в коллекции тушек Зоологического Музея. Но пока мы отвлечемся и перейдем вот сюда, в хранилище, и сохраним некоторую интригу. Сейчас мы посмотрим, что найдет наш оператор в этих коробочках. Это, понятно, название птиц. Хранитель должен ориентироваться в коллекцию без необходимости открывать каждую коробочку. Ну и по почерку мы видим, что это собрание, переданное нам Владимиром Владимировичем Леоновичем еще при его жизни, известным орнитологом и одновременно известным любителем птиц, поскольку он никогда не был профессиональным орнитологом, не получал биологического образования, был искусствоведом и работал ученым-секретарем Пушкинского музея. Да, 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 в этих коробочках не птицы, а уникальная часть собрания орнитологического сектора Зоологического музея это коллекция кладок и гнезд птиц, научным языком она называется, оологическая коллекция, и здесь действительно собраны кладки птиц, в первую очередь российской фауны или фауны птиц Советского Союза, но на самом деле есть коллекции и за рубежом. Конечно, обсуждение о логической коллекции требует большого подробного показа, но попробуем обсудить это прямо сейчас, пока нам демонстрируют кладки представителей семейства чистиковых. Вот те самые названия чистик, пыжик, люрик, кайры. Все эти слова относятся к представителям этого семейства северных птиц. Именно они живут на птичьих базарах или на таинственных для нас северных островах, гнездятся в норах, гнездятся в наскалах, гнездятся в каких-то трещинах и щелях. Подозреваю, что практически никто из наших зрителей даже просто не имел возможности посмотреть на эти объекты природы. Доехать туда теперь уже довольно сложно, найти эти гнезда довольно сложно, добраться до них довольно сложно. И вот тут мы видим некоторый смысл музеев, которые занимаются тем, что собирают и хранят эти коллекции. Поступившие, ну, например, из коллекции Кузякина, одного из наших крупнейших коллекционеров, собиравших сначала частную коллекцию, а потом она стала уже достоянием общественности, поскольку хранится в музее и доступна для изучения, просмотра, знакомства, для того, чтобы нарисовать правильные определители, а теперь даже заснять, посмотреть, как и кто строит гнезда, и кто их не строит. И приходится вместе с кладкой показывать просто субстрат, на котором она лежит. Можем пока обсудить то, как собираются такие коллекции, как они хранятся и обрабатываются. Любая коллекция становится коллекцией, если кроме предметов есть этикетка. На этикетке обязательно должны быть хотя бы такие параметры, как название объекта, место и дата сбора, автор сбора. И поскольку эта коллекция уже часть коллекции зоологического музея, то индивидуальный, можно сказать, паспортный номер. Но мы увлеклись. А нас ждут хоры верхнего зала. Здесь когда-то размещались так называемые клетки, отгороженные сеткой помещения, в которых располагались рабочие столы, выдающихся российских и советских орнитологов. Но уже много-много лет здесь хранилища орнитологических коллекций. Это были такие же сварные стеллажи, как вы видели, в хранилище оологической коллекции. Но теперь перед нами гордость орнитологического сектора зоологического музея. Специальная, выполненная в Канаде и закупленная в Германии, герметичная коллекционная бокса, в которых и размещается значительная часть, хотя, к сожалению, не вся, коллекция тушек птиц зоологического музея. Очень удобные выдвижные лотки. И мы с вами сразу заглядываем в святая святых. Это коллекция типовых экземпляров. Сейчас мы обсудим, что такое типовые экземпляры, пока вы любуетесь на эти коллекции и видите этикетки, на которых красным цветом помечена их вот эта вот выдающаяся принадлежность к типовой серии. А ведь типовые экземпляры – это фактически самое ценное, чем располагает зоологический музей. Любой, не только наш, а любой музей естественной истории – это те самые экземпляры, по которым когда-то был описан новый вид или подвид, более дробное деление. Новый вид, то есть тот, который не был еще известен науке, который надо было тщательно описать. Для этого описания нужен был образец. И вот те экземпляры, на этикетках которого мы видим, красные отметки – это те самые типовые экземпляры, по которым когда-то были написаны соответствующие статьи, по которым было дано соответствующее латинское название. И тут нам придется углубиться в историю науки, потому что понятно, что раньше животных, растения называли, кто как захочет. Были фольклорные названия, были длительные описания. Это птичка с длинным, кривым клювом, пристринами на боку. Все это было на латыни, все это было почти 300 лет назад. Короче говоря, нас интересует момент, когда все живые существа стали получать беноминальное название из двух слов. Вы видите их на этикетках, если успеваете читать. За ними идет название, а точнее фамилия автора и год первого описания. Да, это те эталоны, по которым животным присвоены номера и которые используются во всей мировой орнитологии. Соответственно, те музеи, которые располагают этими коллекциями, обязаны хранить их, как зеницу ока. Это такой, если хотите, распределенная такая палата мер и весов. В одном музее все это хранить невозможно. Каждый музей хранит свои экземпляры. У нас, для птиц, это несколько сотен типовых экземпляров. И, конечно, они чрезвычайно ценны. Но, честно говоря, для нас, для ученых, для зоологов, для работников музея ценен каждый экземпляр. За ним довольно долгая история. Его надо было добыть, его надо было сохранить, его надо было обработать, перевести в состояние тушки. То, что мы видим, называется на научном языке именно так. Это тщательно обработанная шкурка с элементами скелета, с клювом, черепом, которая изнутри наполнена каким-то мягким материалом. Условно говоря, это вата, хотя это могут быть самые разные материалы с похожими свойствами. Им придана относительно правильная форма тела. Главное, что перья уложены так, как надо, как они лежат по-настоящему у живой птицы. И вот в таком лежачем состоянии, я бы назвал это состоянием руки по швам, эти коллекции и хранятся. Но я опять скажу, что наш музей достаточно большой, достаточно старый, и, соответственно, он может позволить себе хранение не только отечественной фауны, но и, я бы сказал, мирового биологического разнообразия в той степени, в какой он нам достается. Одним из выдающихся орнитологов, чья коллекция тоже хранится у нас, и кто внес существенный вклад в изучение систематики и отечественных, и птиц мировой фауны, был Лео Суренович Сепанят. И вот, разбирая его коллекцию и осматривая больших пестрых дятлов, которые он собрал в самых разных уголках и нашей страны, и даже некоторых зарубежных, мы можем поговорить о том, зачем нужны коллекции. Вот зачем нам 10, 15, а на самом деле гораздо больше больших пестрых дятлов. А именно за тем, что они отражают свойства живых существ. Первое из них – это изменчивость. Внешняя изменчивость по размерам, по окраске. Мы можем видеть, что при внимательном рассмотрении оттенки цвета, которые перезаны на записи, уже разные. По-разному расположены вот эти вот полосочки на хвосте, а этим пестрые дятлы как раз и знамениты. Есть представление о так называемой географической изменчивости, и поэтому на этикетках мы можем заметить, что кто-то самый рыжий из Азербайджана, кто-то самый светлый из Камчатки, но это мы говорим только о одном признаке – окраске нижней стороны тела. И тут круг замыкается. Для того, чтобы изучать изменчивость, нам надо знать пол, возраст экземпляра, нам надо знать географическое положение, то и точке, в котором он был собран, чтобы оценить географию. И вот тогда мы можем со знанием дела разобраться в истории вопроса, а именно в изменчивости, которая свойственна каждому виду. И в разговоре мы, конечно, не можем обойти вот такой ценнейший материал, очень необъемный, это вам кажется, что его много, это птенцы, но в данном случае выводковых птиц, кулика чернозобика. Это тоже образцы того, что очень трудно описать, очень трудно изобразить на фотографии, что может потребовать очень внимательного разбора и изучения вот этих вот перьевых структур. Еще одна функция музея состоит в том, чтобы изучить материал внимательно и со всех сторон. Посмотреть вот на эту, так называемую, оптическую окраску, когда перья отблескивают разными оттенками, потому что в их бородках содержатся пузырьки воздуха. Выяснить, как на самом деле выглядят самец калибри и самка. Обратить внимание на то, какой у них остренький конец клюва и заподозрить, что они не только просто пьют нектар, но, может быть, еще и протыкают венчики цветов, в котором подлетают. Ну, еще раз скажу, это полная экзотика, и у нас в стране есть два, три, может быть, четыре места, где вы можете посмотреть на них так близко, и не просто полюбоваться, а заняться их научным изучением. И, конечно, отдельный сугубо музейный интерес представляет история коллекции. Откуда в Московском университете коллекция шведа Сёдерстрёма, на этикетках которого написано «Стокгольм»? Нам еще предстоит это выяснить. Ну и вот еще одна зарисовка на тему того, зачем нужны коллекции. Посмотрите на трех этих птиц, очень похожих друг на друга. Первая из них окрашена почти так же, как вторая, ну а вторая немножко отличается от третьей, хотя они родственники. Это представители одного вида. А вот представители двух разных отрядов, не разных видов, не разных семейств. Ну, конечно, разных, но еще и разных отрядов. Слева кукушка, справа хищная дневная птица, лесной небольшой ястреб, специализирующий на охоте за мелкими лесными птичками. Больше того, обе птицы привезены Леос Ревнущим Степаняном из Центрального Вьетнама, в котором он провел большую серию экспедиций. Зачем еще нужны коллекции? Не только для того, чтобы посмотреть на экзотическую саксаудную сойку, до которой тоже нам добраться тяжело. Не только для того, чтобы хранить в данном случае чрезвычайно исторически интересный экземпляр, по которому, собственно, этот вид и был описан, что и видно на нашей этикетке с красным кантиком. Бывают еще новости систематики. Бывает, что сойка оказывается не сойкой, а, как показывают последние исследования ДНК, как показывают итоги применения методов молекулярной систематики, это скорее синицы. Или, по крайней мере, их ближайший родственник. Вот так. Похожи ли это птицы не синицы в руках? Я думаю, что ответ понят. Тем не менее, это вопрос. Вопрос для дальнейших исследований. И вполне возможно, именно этот экземпляр и будет очень важным для того, чтобы выяснить правду. Ну, и еще к вопросу о изменчивости. Перед нами обыкновенный фазан. Вам кажется, что это три птицы разных видов, но на самом деле мы здесь видим и географическую изменчивость, потому что слева у нас два самца из разных регионов обитания этого вида. Ну, а справа самка. Все знают эти истории о том, что самцы могут иметь яркую демонстрационную окраску, которая, скорее всего, стала итогом полового отбора, необходимости обратить на себя внимание самки, хотя это только клише с тем, как этот механизм действует, еще разбираться и разбираться. Ну, а самки, она справа, как считается, имеют такую покровительственную окраску в связи с тем, что насиживают кладку, в отличие от самцов, потом вводят птенцов и должны быть максимально незаметны и максимально замаскированы. Специфика орнитологического отдела, как уже вы, наверное, поняли, состоит именно в том, что здесь птицы сохраняют вот в этом виде тушек, на которых видна и форма тела до некоторой степени, и окраска. Можно рассмотреть сложно устроенное перене, рассмотреть каждое перышко в прямом смысле слова. И для того, чтобы перевести орнитологический материал вот в такое состояние, нужны токсидермисты, нужны те люди, которые сделают вот эти хранящиеся, будем надеяться, вечные экспонаты. И вот мы с вами в совершенно закрытой части музеев, в которой не бывают посетителей, это лаборатория, в которой трудятся те самые токсидермисты. И мы видим достаточно богатый набор тех средств, материалов и приборов, которыми они пользуются. Самое главное из них действительно булавки. И сейчас мы поймем почему. Как видите, набор достаточно большой и нужен он для того, чтобы изготавливать вот такие музейные объекты. Это крыло глухаря. Именно при таком хранении можно легко понять и его конструкцию, и форму, и размеры, и окраску во всех деталях. Так что последние 10, 15, 20 лет в мировых музеях принято хранить крылья птиц вот именно в таком развернутом состоянии. И вы видите, что без булавок не обойдешься. Это действительно до некоторой степени самое главное орудие, которым пользуется токсидермист. Главное, но не единственное. Вот что получается, когда крыло высохло и навсегда приобрело нужную форму. Вот так выглядит тушка. Одно крыло сохраняется, другому нет, но это внешне почти незаметно. Ну и здесь тоже без булавок не обходится. Именно вот эта последняя стадия укладки пера, придание правильной формы, правильной ориентации, позволяет изучать строение этой очень сложной системы. Таких покровов нет больше ни у кого, из животных. И это тоже специфика птиц. Это тоже то, что отличает хранение и обработку материала в этом отделе от всех остальных. Ну и вот неполный, но самый главный набор токсидермиста. От хирургических уголок и ваты, которым набивается шкурка, пока она еще мягкая, до измерительных приборов и, естественно, орудий, с помощью которых орудует токсидермист. Итак, дорогие друзья, мы с вами побывали в одном из важных для музея секторов, потому что все научные сектора для него очень важны. Каждому хранится уникальный материал. Мы бы бывали в секторе орнитологии, но мы планируем показать вам, что происходит в других секторах, что в них хранится, как это обрабатывается, зачем мы собираем эти материалы, как мы их используем. Пока это действительно закрытая часть, может быть, она приоткроется, но надо отметить, что, конечно, зоологические коллекции хранятся все-таки в специальных условиях и делать из них постоянные выставки в общем-то неправильно. Работа хранителей как раз в том и состоит, чтобы материалы сохранялись максимально долго, мы надеемся, что вечно. И, конечно, они используются для научных исследований, поэтому никакого повреждения мы допустить не должны и не можем. Надеюсь, что вам показалась такая экскурсия интересной и приглашаем вас посетить и другие части зоологического музея, которые пока закрыты для публики. Всего доброго, следите за нашими передачей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры